Мне не кажется, что отмазки по типу, они себя сами обстреляли, похожи на отмазки России, когда что-то прилетает по мирным в Украине. И это не могло быть лазерное ПВО, поскольку сам Израиль заявлял, что они лазерное ПВО не использовали. Вообще, заявлять можно что угодно, если они заявляют, не означает, что так оно на самом деле. Вот, но исходя из того, какие мы видео посмотрели, пока что, ну, можно сказать, что да, вероятнее всего это реально был Хамас. Там же как бы, ну, на видосах видно, они запускают ракеты, одна из них падает на больницу. Всё. Тем более, Израиль уже обстреливал недавно колонну беженцев в Газе. Подожди, нет, там не было понятно вообще, кто обстреливал. Там даже не было видно, что за ракета упало. Там вообще непонятно, кто это сделал. Почему сразу Израиль? Я вот не могу утверждать, что это был Израиль или Хамас. Непонятно вообще. Просто, блядь, прилетела ракета. От кого, как? Нет, не доказательств, нихуя вообще. Медведев скажет, что это вообще США. А доказательства-то какие? ТГ и Игорь Линка. Ну, вот это уже прям правдоподобно выглядит. То самое видео разобрали и геолоцировали. Одним из ориентиров являет система солнечных батарей, установленных на крыше больницы. Так, а что такое? Ну? И? А, так, ну и что? Не понял. Ну, типа, видос не фейк. Вот этот. Ну, всё? Что, блядь, тогда надо ещё? Это Арма-3. Блядь, хер. Там вот эти ракеты хамасовские, они их делают из водопроводных труб. Не знаю, в каком-нибудь гараже кустарным способом. Ты что думаешь? Там прям будет точно спиздец. Пиздец, у тебя микрофон тоже из трубы водопроводный. Они неуправляемые, они там непонятно, чем начинены. Вот. И, естественно, они могут прилетать по себе. В том числе, ракета могла прилететь в эту бакистскую больницу. Блядь, а какой пиздец в мире произошёл после 2019 года, то, что всё пошло исключительно на переклонную сторону, блядь. Ковид. Война. Вторая война, блядь. Ещё какая-то война. Блядь, этот пиздец просто. Куда, блядь, мы движемся, нахуй? Сейчас реально, нахуй, ещё ядерки, блядь. Не хватало и точно всем пизда, блядь. А ядерки не будут. Блядь, ну вот, на самом-то деле, это произошло во время того, как Тано с перчаткой щёлкал. Вот мы сейчас смотрели фильм, где там они во времени перемещались. Хотели что-то поменять в мире, в итоге мы заканчиваем смотреть, блядь. А тут реально пиздец в мире происходит. То есть они как бы в одной там, соответственно, реальности поменяли в лучшую сторону, зато у нас что-то по пизде пошло. Я вообще в ахуй, блядь. Лучше бы мы сегодня этот фильм не смотрели, сука. Ой, блядь. Походу мы всё испортили, мы всё сломали. Видите, мы же фильм смотрели как раз-таки именно в тот день, когда и события в фильме происходили. Хамас размещает свои установки в городах и даже возле школ. Есть много пруфов. Из чего делают ракеты Хамас? А где мы ещё там всё размещать? Естественно, террористы. Им поебать абсолютно. Изходя, даже из этого много можно понять. Там у них и места немного. Господи, сектор газа, ну вот такой. У меня вопрос. Почему все так в открытую стали поддерживать террористов? Ребята, у Хамаса доктрина уничтожать евреев. Почему всем так похуй на Израиль? Аллы их пытаются уничтожить снова. Это делают лишь только сторонники Путина, блядь. Почему? Ну, а кого ещё поддерживать? Блядь, есть. Но я не знаю, тут микрофон был какой-то на колонке JBL, понял? Прям вот на ней есть. Вот, я сейчас записываю с телефона звук. Ну вот и видео с камерой видеонаблюдения, зафиксировавший весь залп ракеты сектора газа. Видео снято из пограничного израильского... Так, вот, в сторону забора сектора газа место подтверждено. По больнице ударила палестинская ракета, запущенная из сектора газа. Но шо, блядь, ливанцы тысячами едут штурмовать посольство США. В Ливане шесть посольства США, а в Стамбуле демонстранты обстреливают фейерверками консульства Израиля. А нахуя они в посольство США едут? Давай, ёбы, сами себя захуярили. Едут в посольство США, блядь. Конченая, сука. Группа протестующих ворвала здание консульства Израиля в Стамбуле. Ебану Макривского представили, который сейчас сидит в этом... В Стамбуле. А ему-то чё? Ну там сейчас начнётся, блядь, беспорядок. Байден отправляется в Израиль. Сообщается, что Air Force One взлетел и направляется в Тель-Авив. А он смелый, блядь. В такой момент лететь в Израиль? Даже не знаю, будут ли какие-то попытки... Его убрать со стороны палестинцев, конечно же. Ну ладно. Хватит эту тему обсасывать. А в США, а в США, а в США, а в США, тут есть человечина и царя США. А в США, а в США, а в США, а в США, тут есть полки полки...